Всем привет! В этом видео мы с вами будем готовить рацион на день на 1500 и на 1800 калорий. Вы знаете, что я люблю супербыстрое блюдо, и чтобы был колораж одинаковый. Поэтому на завтрак у нас будет сегодня овсянка на миндальном молоке с персиком на 500 килокалорий. Далее шакшука. Посмотрите, какая большая порция. Здесь всего 500 калорий. Большая шакшука и на ужин у нас будет зеленый салат с лососем. Тоже супербольшая порция на 500 килокалорий. Это все вместе 1500 килокалорий. И, внимание, последнее, это будет мой любимый протеиновый смузи, который я всегда пью либо перед тренировкой, либо после тренировки. 330 килокалорий. Поэтому, если вы хотите знать, как правильно приготовить эти блюда, знать калории белки, жира и углеводы, а также много других моих секретиков, смотрите это видео до конца. Первый рецепт завтрак овсянка с персиком на миндальном молоке мы будем готовить по моей книге рецептов, которые уже есть в доступе. Покажу вам ее, как она выглядит. Книга называется «Питайся, не срывайся». Ее можно приобрести по ссылке в описании. И я решила, что будет правильным показать какой-нибудь рецепт из этой книги. Мы будем готовить завтраки. В книге есть и завтраки, и обеды, и ужины. Мы с вами приготовим... Кстати, что очень удобно в нашей книге, это наше содержание. Потому что содержание максимально удобное тем, что оно с навигацией. То есть, у нас есть все блюда, и мы смотрим название их. Вот, допустим, сегодня мы будем готовить овсянку с персиками на миндальном молоке. Страница 27. Чтобы не пролистывать лишний раз, я просто нажимаю на рецепт, и мне сразу открывает наше блюдо. Вот так оно выглядит. Это мы с вами сейчас приготовим. Здесь вы увидите калораж. У нас с вами 509 ккал, белки 31, жиры 16,8, углеводы 60,8. Нам понадобится 5 ингредиентов основных. Я буду использовать миндальное молоко. Можно использовать рисовое, кокосовое. Можно брать обычное молоко, либо безлактозное. Дальше обычная овсянка, хлопья овсяные, арахисовое масло, йогурт греческий. В Польше он называется скир, но это натуральный йогурт, либо греческий йогурт, где много белка. И персики. У меня вот такие. Также дополнительно я буду использовать сахарозаменитель. У меня это ретритол. И немножко щепотку соли. Я уже отмерила. Нам понадобится 50 г овсянки. Мы добавляем ее в нашу кастрюлю. И 50 г овсянки и 200 мл молока. Все мы это ставим на большой огонь. Здесь все также написано. В кастрюлю заливаем овсяные хлопья миндальным молоком. Добавляем сахарозаменитель и щепотку соли. Немножко солим. И сахарозаменитель я добавлю 1 чайную ложку. Даже пол чайной ложки. Очень быстрый завтрак готовится максимально быстро, особенно если у вас нет времени. Вообще я люблю быстрые рецепты. И в моей книге все рецепты быстрые. Это очень удобно. Ставим мы на максимальный огонь. И будем помешивать, чтобы молоко не начало пригорать. И пока у нас закипает молоко, мы с вами можем нарезать наши персики. Можно вместо персиков использовать нектарины, либо яблоки. Я буду делать с персиками. Мне больше всего нравится такой вариант. Нам по рецепту нужно 115 г персиков. Поэтому я сразу взвешу, чтобы не переборщить. Нарезаем дольками, как вам больше нравится. Так, и взвешиваем 115 г персиков. Отлично. Я немножко больше взяла. 115. Хорошо. Смотрите, пока у нас тут все... Да, у меня уже кипит. Я начинаю помешивать. И когда молоко закипело, мы чуть-чуть сбавляем огонь наполовину. И помешиваем, пока овсянка не набухнет. Думаю, что 3-5 минут нам хватит. Далее мы берем какую-нибудь красивую тарелочку. Я буду делать прямо вот как у меня здесь в книге. Такую стеклянную формочку. Вот такая у меня будет формочка. Можете брать абсолютно любую тарелку. По сути, нам ничего сложного здесь не осталось. Овсянка сейчас закипит. Мы ее накроем, она немножко набухнет. И нам просто останется все это красиво наформить. Вот и все. Вот и завтрак готов. Так, все. Я подержала овсянку буквально 5 минут, чтобы она набухла. И теперь мы просто выключаем огонь и мешаем ее. Можно накрыть крышкой, чтобы она еще немножко дошла. Сбоку я выкладываю йогурт. 150 грамм. Здесь ничего мерить не надо, у меня ровно 150. Кстати, очень удобно такие завтраки брать с собой. Просто делаете в контейнер и берете с собой. Чем хороший этот завтрак? Его можно очень круто под себя подбирать, экспериментировать с разными ягодами, с разными фруктами. Можно с замороженной малиной, например, его сделать. Все, что хотите. Главное, чтобы была такая же основа. Обязательно жиры в виде арахисового масла. Белок у нас здесь находится, в йогурте. Далее, после йогурта я выкладываю овсянку. У меня овсянка такая немножко грубого помола. То есть, знаете, есть хлопья такие прям максимально тонкие, мелкие. Вот у меня они чуть поплотнее. Так как эта овсянка, она немного дольше усваивается в организме. Я все-таки предпочитаю ее. Овсянка есть. И теперь украшаем персиками. И теперь нам осталось добавить арахисовое масло. У меня 20 грамм. Ставим на весы. Тоже можно использовать разное арахисовое масло. Вот, кстати, мы как раз... Оно у нас закончилось, и мы взяли новое. Можно использовать вместо арахисового масла просто обычные орехи. Позже облизать ложечку. Есть, мы все с вами сделали. Ну что, супербыстрый завтрак. Здесь и белки, и жиры, и углеводы. Экспериментировать можно как хотите. Добавлять любые ягоды, любые фрукты. Ну и, конечно же, в процессе уже, когда будете есть, это все перемешается. Но презентуется это все вот таким образом. Итак, мы с вами приготовили завтрак, и переходим к обеду. У нас будет шакшука на 500 калорий. Белки 30, жиры 27,2, углеводы 32,8. Вы знаете, что я люблю принцип, когда завтрак, обед и ужин по 500 калорий. Это максимально удобно и легко. И, в принципе, в своей книге тоже плюс-минус каждый рецепт у меня на 500 калорий. Либо на 400, на 500, на 600. Итак, что нам нужно для этого рецепта? Яйца. Будет 2 яйца. Уже я их помыла. Дальше я беру помидоры, которые уже такие, знаете, порезанные в банке. Вот, можно брать с кожурой, можно без. У меня с кожурой. Понадобится лук, паприка, цукини, бекон. Немножко его нужно будет. Мы будем на нем жарить. То есть нам масло никакое не понадобится. И базилик свежий. Берите свежий, потому что он пахнет просто изумительно. И из приправ... А, да, еще у нас будет зеленый лук. И из приправ я буду использовать сушеный чеснок. Сладкую паприку. И последнее. Это трюфельная соль. Кто еще ее не пробовал, обязательно попробуйте. У меня есть хорошая подруга Олеся, которая очень вкусно готовит. Вот она мне как раз-таки про нее рассказала. Олеся, я знаю, что ты будешь смотреть. Спасибо тебе за это. Трюфельную соль я всегда беру на iHerb. Ее сложно найти в обычном магазине. Но я думаю, что если задаться целью, то вы ее найдете. Я на ней готовлю все. Я ее добавляю везде. И вот как раз-таки сегодня я ее добавлю в мою шакшуку. Все, что нам нужно сделать для начала. Это очистить лук от кожуры и помыть. Паприку помыть, помыть, цукини помыть. И тоже все это нарезать. Поехали. Я почистила от кожуры лук и помыла его, помыла паприку и цукини. И первое, с чего мы... Да, забыла вам сказать. Я буду использовать обычную сковороду для блинов. Очень круто, если у вас есть, например, чугунная сковорода. И круто, если снимается ручка. У меня такой нет, поэтому я буду готовить на обычной. Первое, что мы делаем, это 50 грамм бекона. Нам нужно мелко нарезать и отправить на сковороду на средний огонек. Так, у меня 50 грамм бекона. И еще, кстати, я читала ваши комментарии под последними рационами. Была большая претензия ко мне по поводу доски, на которой мы разделываем мясо и овощи. Я все делаю всегда на одной доске, всю жизнь. Но, если вы не видите, что я ее помыла, это не значит, что я ее не помыла. Потому что мы вам показываем все быстро, максимально. Поэтому я после того, как режу на ней мясо, либо рыбу, я ее обязательно мою, сушу и только потом режу овощи. Поэтому не переживайте за это. Я всю жизнь так делаю и, в принципе, ничего плохого со мной, как видите, пока что не случилось. Но круто, если у вас есть две доски, можете делать как вам лучше. Все, я ставлю средний огонь, нарезаю его такими дольками, полосочками. Кстати, еще хороший лайфхак, который мне тоже научил Толя. Чтобы не ездила наша доска, просто снизу ложим полотенце и теперь режем. Да, бекон у меня не сильно супер жирный. Вот прям мало здесь этого, как я говорю, всегда сала. И отправляем на сковороду. И пока наш бекон на среднем огне поджаривается, мы берем с вами лук. Нам понадобится 100 грамм. И мелко нарезаем дольками. Я люблю, когда они такие тонкие, но длинные. Поэтому буду делать так. Делайте, как вам больше нравится. Лук я нарезала, и нам понадобится также паприки 100 грамм. И цукини тоже нарезайте, как вам больше нравится. Я люблю мелкими кубиками. Проверяем наш бекон. Я убавляю огонь на минимум. И когда уже бекон немножко у нас поджарится и пустит сок, я отправляю сюда лук. Весь лук. Я люблю, когда лук такой, знаете, он более поджаристый. Поэтому, в принципе, здесь можно было добавить все сразу и лук, и паприку, и цукини. Но я хочу, чтобы лук был такой прям, знаете, с корочкой. Поэтому я его сразу отправляю к бекону. И смотрите, масло нам уже здесь не нужно, потому что бекон пустил сок. Уже пошел запах бекона очень приятный. И можно увеличить огонь до среднего. Хорошо, последнее, что нам осталось, это расправиться с цукини. Можно готовить на две порции. То есть, естественно, вы будете брать всего в два раза больше. Все, 100 грамм цукини. Отлично. Ну и, в принципе, в этом рецепте, если убрать бекон и оставить только яйца, то вегетарианцам его тоже можно есть. Поэтому берите на заметку. И цукини я тоже нарезаю, как и паприку, кубиками. Отлично. Все, убираем доску и следим за нашим луком, чтобы ничего не подгорело. Он уже стал у меня такой прозрачный. Я прям еще его поджарю. Мне нравится, как поджарился лук. Я добавляю паприку и цукини. Я не влажу. Но оно утушится сейчас. Смотри, оно сейчас все утушится. Дай просто время. У меня все супер поджарилось. Я делала на большом огне и постоянно помешивала. Где-то минут 10. Все, теперь нам остается добавить наши помидоры. 400 миллилитров. Ну или 400 грамм, как хотите. Берите, наверное, сковороду побольше, потому что она более глубокая. Потому что у меня она такая тоненькая. И так будет все очень... Придется все очень осторожно мешать. Все, теперь мы ставим большой огонь. И все это тушим до момента, пока вот прям вода лишняя из наших помидор не уйдет. И, кстати, к слову, отвечу еще на один вопрос, который был в том рационе. Да, сначала мы приправим обязательно. Сушеный чеснок. Обожаю чеснок сушеный. Везде его добавляю. Много. Чеснок, паприка сладкая. И соль, трюфельная соль. Вы можете брать обычную. Был вопрос, почему я взвешиваю, ставлю банку и оттуда уже как бы все достаю. Почему я не делаю это с тарелкой? Ну мне как бы... Я не могу взять сковороду сейчас и поставить на весы, потому что она горячая. Ну и как по мне, это намного проще, когда вы просто ставите продукт. У меня помидоры, включаешь весы и достаешь, сколько тебе нужно. Но то же самое, например, с арахисовым маслом. Ну зачем мне брать лишнюю тарелку, например, если я могу поставить всю банку и достать, сколько мне нужно. На весах покажут просто минус там какую-то определенную цифру. Там минус 20, минус 30. Я делаю так, мне так проще. То есть взвешивайте так, как удобнее вам. Запах какой, просто. Все, у меня лишняя жидкость с помидор ушла. И теперь самое интересное. Мы делаем таких вот 2 ямочки для яиц. Аккуратненько. Раз и второе. И все это дело накрываем крышкой. На 2-3 минуты, чтобы яйца у нас хорошо схватились. А пока у нас с вами готовятся яйца. Мы нарежем зеленый лук для украшения. У нас будет лук и базилик. Как он вкусно пахнет. Да, следим за яйцами, чтобы они у нас сильно не убежали. Я не добавляю сюда, точнее не ем это блюдо с хлебом. Но вообще, конечно, вы взяли, чтобы какой-нибудь, например, зерновой хлеб. И чтобы вот прям хлебушком макать в яйцо. Вот это прям идеально. Это очень вкусно, понимаете? Но хлеба нет. А? Нет, у нас нет хлеба. Ты хотел с хлебом? Нет, Никита? Без хлеба. Есть хлебцы. Так, проверяем. Проверяем, проверяем еще немножко. Я видела, что вы очень много писали про галету. Что вы хотите галету. Так вот, следующее видео будет с галетой. Поэтому ждите. А еще Никита очень вкусно маринует мясо. Если вы хотите, чтобы Никита показал, как он маринует мясо. Совершенно идеально. И под маринад подходит и под говядину, и под курицу, и под индюка. Поэтому, если вы хотите от Никиты маринад, напишите обязательно. Никита с радостью приготовит. Да? Так. Посмотрите, какая большая порция. Казалось бы, да? 500 калорий. Просто что делают овощи? Украшаем луком. Ну, чтобы все было красиво. Базилик. Я знаю, Никита, ты уже хочешь его съесть. Самое главное, чтобы все было красиво. Потому что в первую очередь мы едим блюдо глазами. Ну, вот как-то так. Пожалуйста. Вот если хлебушек есть, вот прям туда вот макаем и едим. 500 килокалорий. Готовьте. Мы сейчас с вами сделаем ужин на 500 килокалорий. И у нас в сумме получится 1500 калорий. Рацион на день. Ну, а далее уже будет перекус. Итак, у нас на ужин супер вкусный салат с лососем. 500 калорий. Белки 52. Жиры 25,4. Углеводы 31,9. Для этого рецепта нам понадобится лосось, огурцы, кукуруза консервированная, листья салата. Я беру вот такие. Брокколи. И, опять же, я использую тот же самый скир, который использовала на завтрак. У вас это греческий йогурт, либо натуральный йогурт, чтобы было побольше белка. Один зубчик чеснока и петрушка. Первое, что нам нужно сделать, что я уже сделала, это мы ставим кастрюлю. Наливаем много воды туда и доводим до кипения. Когда вода закипит, нам нужно будет с вами 10 минут, на 10 минут закинуть в кипяток наши брокколи. Поэтому первым делом я буду сейчас нарезать брокколи. Я уже его, конечно же, помыла. Доску я тоже помыла. Хорошо, нарезаем брокколи. Салат я буду делать на две порции, но ингредиенты буду называть на одну. Для одной порции нам понадобится 150 грамм брокколи. Я буду брать 300 на двоих. Вода у меня уже как раз закипает. Я этот салат обожаю. Естественно, ну конечно же. Как иначе. Все, у меня 300 грамм брокколи. Вода у меня закипела и я отправляю брокколи на 10 минут. Засекайте обязательно время. Главное брокколи не передержать, чтобы оно у вас не начало разваливаться. Чтобы не было таким, знаете, рыхлым. И засекаю время. Хорошо. Пока у нас брокколи кипит, мы с вами подготовим нашу рыбу. Рыбу тоже я помыла, очистила от кожуры. На одну порцию нам нужно 125 грамм рыбы в сыром виде. Кстати, был вопрос. Давайте на него отвечу. Многие почему-то думают, что крупы и белок, то есть рыбомясо, нужно взвешивать после готовки. Одна девушка написала, что якобы крупа после готовки увеличивает свой колораж. Но это не совсем правильно. Почему? Потому что, ну сами подумайте, вы варите гречку в воде. Как может увеличиться колораж, если гречка просто как бы впитывает воду? Правильнее всего, и это действительно так, мы всегда взвешиваем крупы до готовки. А рыбу и мясо мы взвешиваем после готовки, чтобы все четко вписать. Вот. Поэтому рыбы здесь я взяла немножко больше, так чтобы у меня получилось, ну я буду жарить ее на сковороде. Естественно, она утушится и вода лишняя уйдет. Вода это не калории. Поэтому у меня здесь на порцию должно быть 125 грамм, я так делаю на две порции, это 250. Я взяла 320 грамм рыбы и потом буду взвешивать. Ну по сути вода уйдет и у меня получится 250 грамм. Все, это запоминайте и всегда этим пользуйтесь. Крупы мы взвешиваем до готовки, белок, морепродукты, рыба, мясо, все это взвешивается после того, как вы приготовили. Рыбу мы просто пожарим на сковороде. В принципе, я уже могу сковородку поставить на огонь. Нам нужно обжарить рыбу на большом огне без масла. Тоже нарезаю такими ломтиками. Я в последнее время вот как-то очень сильно полюбила именно такие, знаете, белковые салаты, когда у вас есть либо рыба, либо мясо. То есть не когда у вас отдельно там овощной салат, отдельно гарнир, все вот это вот отдельно. А когда вы все это комбинируете вместе. Очень вкусно, я также делаю салаты с кенуа с крупой. Тоже, если хотите с кенуа салаты, можем приготовить. Я могу, ну, напишите в комментариях, просто я боюсь, что не каждый знает, что это за крупа и не каждый как бы ее ест. Поэтому, если хотите, можем тоже это дело приготовить. И без масла отправляю на сковороду. И перец. Брокколи варится, рыба жарится. Мы с вами берем миску, в которой мы, собственно, и будем все это мешать. Сюда мы добавляем листья салата. Где-то 100 грамм будет на порцию, может быть, даже 50. Я не взвешиваю их, просто на глаз. Они мытые, честно вам говорю. Я буду теперь все, все вам говорить. Все, что я делаю, я буду вам говорить. Потому что вы так за меня переживаете. Дальше. Берем кукурузу. Нам понадобится на порцию 100 грамм, на 2 порции 200 грамм. Сливаем водичку. Кукуруза есть. Теперь нам нужно с вами порезать огурцы. Огурцов нам нужно на порцию 150 грамм, 200. Тоже, опять же, можете брать больше. Это овощи зеленые, поэтому здесь уже как хотите. Значит, можно почистить от кожуры. Я никогда огурцы не чищу. И нарезаем. Можно тонкими дольками, можно толстыми. Здесь уже как вам больше нравится. Так, хорошо. Моя рыба почти готова. И теперь занимаемся с вами нашим соусом. Берем наш греческий йогурт на порцию 100 грамм. Я обычно заправляю салаты либо просто каким-то оливковым маслом, либо трюфельным маслом с базиликом, либо вот таким вариантом. Как раз сейчас вам и покажу. Далее нам нужно с вами мытую, мытый укроп. Я беру половину. Мелко-мелко порубить и добавить вскрыр. И один зубчик чеснока тоже сюда выдавливаем. У меня зубчик большой, как раз вот идеально на две порции. Можете брать один маленький. Так, воду я садила и прям оставляю в дуршлаге. Пусть она до конца стечет. Все, рыба готова. Дальше. Чеснок выдавливаем через чеснокодавку. Либо можно просто его порезать. Сюда мы добавляем еще соль и перец по вкусу. И, в принципе, наша заправка готова. Еще, если будете ее использовать, очень круто сюда добавлять французскую горчицу. Либо обычную горчицу. Но обычно горчицу я добавляю, если я делаю салаты с курицей. Либо с курицей, либо с индюком. Обязательно перец и соль. Все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону. Нам осталось с вами нарезать брокколи и добавить рыбу в салат. И, в принципе, салат готов. Теперь мы берем чистейшую досточку. Брокколи, которая полностью у нас уже сцежена. И будем нарезать. И добавляем в наш салат. Кто-нибудь заметил, что я левша? Кстати, у нас даже не то, что я левша, у нас семья левшей. У нас Никита левша, я, даже Даги левша. Да, он действительно левша. Мы это проверяли. Я нарезала некоторые куски помельче, некоторые побольше. И здесь уже в конце вы можете регулировать листья салата. То есть, если вы будете видеть, что их в салате мало, добавляйте больше. Так, салат я перемешала. Добавляем сюда рыбу. У меня еще пока что на сковороде. Добавляем нашу заправку. Чесночно-укропную. Я все хорошо перемешала. Рыбу я решила не добавлять сюда в салат. Мы сейчас сначала наложим салат на тарелку. И сверху у нас будет рыба, чтобы она не потеряла свою форму. Чтобы она не развалилась. Посмотрите, сколько получилось салата на две порции. Огромная порция и здесь минимум по калориям. Я думаю, что можно использовать какую-то другую рыбу. Я никогда не пробовала. Мне нравится именно в таком варианте. Можете экспериментировать. Пробуйте. Кто, может быть, попробует приготовить с другой рыбой. Пишите в комментариях тоже. Огромная порция салата. Если вы будете так питаться, вы никогда в жизни не поправитесь. Ну, посмотрите. И рыба сверху. Ура! Наш салат с вами готов. Это супер вкусный, полезный салат. Огромная порция, которым вы точно наедитесь. Поэтому пробуйте. Приятного аппетита. Ну, а мы с вами переходим к моему самому любимому. Это к перекусу, а именно к протеиновому смузи. И здесь у меня будет 332 килокалории, белки 35 грамм, жиры 5 и углеводы 30 грамм. Опять же, в этом смузи тоже можно по-разному абсолютно экспериментировать. Покажу свою версию. Но прежде чем начать, у меня есть претензия к вам небольшая. Почему вы мне постоянно пишите, Маша, сними то, сними это, Маша, сделай это, Маша, давай еще, еще, еще. А в ответ я от вас не вижу ничего, даже самых элементарных вещей. Почему вы не подписаны, например, на наш канал? Я смотрела статистику канала. Есть большой процент, которые не подписаны на наш YouTube канал. 70, Никита мне подсказывает, целых 70% не подписаны на наш YouTube канал. У нас сейчас 660 тысяч подписчиков. И мы бы очень сильно хотели, чтобы у нас было миллион. Нам будет приятно, вам ничего сложного, просто на нас подписаться. Нам будет супер приятно. И подпишитесь на мой Instagram. Почему вы на меня не подписаны в Instagram? Всегда все анонсы, в первую очередь, идут либо в Instagram, либо в нашем Telegram. Но почему-то даже некоторые пишут в комментариях, а как найти ее в Instagram? Под каждым видео есть моя ссылка в Instagram, где вы можете мне писать, задавать вопросы. Я постоянно транслирую в историях, что я ем, как я тренируюсь. Подписывайтесь, мне будет безумно приятно. Потому что все это дело мы для вас. Ну что, приступаем. Для нашего протеинового смузи нам понадобится протеин, разумеется. Это изолят чистый. Можете брать любой изолят. Здесь у нас вкус ягодный кекс с голубикой. И как раз-таки у нас голубика будет замороженной. В общем, мы берем протеин любой. Можно брать шоколадный, соленая карамель, любые фрукты, ягоды, все, что хотите. Протеин. Дальше я использую то же самое миндальное молоко. Это даже больше не молоко, это напиток миндальный, который мы использовали на завтрак. Берем его. Немножко нам понадобится творога, 2,5% жирности, мята свежая и замороженные ягоды. Я буду сегодня использовать малину и голубику. Круто очень получается. Также еще смузи с клубникой. Первое, что нам нужно сделать, это поставить чайник, чтобы закипела вода. Объясню сейчас для чего. Чайник я поставила. Смотрите, нам нужно будет сейчас, во-первых, отмерить наши ягоды. И мы потом будем их обдавать кипятком. Чтобы в процессе перемалывания было проще все это сделать. Мы берем миску. 150 грамм ягод замороженных. Кстати, эти ягоды я замораживала сама. То есть сейчас сезон ягод, я просто купила много клубники, много малины, голубики. И просто расфасовала в такие пакетики. Это суперудобно. Просто всегда потом с ними делаю разные смузи. Также добавляю в завтраки. Мы берем дуршлаг. И все ягоды перекидываем в него. И обдаем кипятком. Не держим долго, а прям вот буквально 3 секундочки. Все, этого вполне нам хватит. Мы же с вами делаем смузи. Я люблю, когда смузи густой. Теперь добавляем вот у меня миксер. Самый простой. Если у меня тренировка утром, то перед тренировкой я делаю такой себе смузи. Чтобы не тратить время на готовку. Чтобы все было максимально быстро. И прям в дороге я его пью. Далее мы сюда добавляем мяту. Мяту тоже не жалейте. Можно побольше добавлять. Мята. И далее мы сюда добавляем творог. Так, творога нам нужно будет 50 грамм. Тоже, опять же, можете брать больше, меньше. Дальше молоко. Ну-ка, красиво. Люблю, когда вкусно и красиво. И чтобы порция была побольше и поменьше калорий. И нам осталось добавить протеин. Аккуратненько. Есть. Все. Смотрите, чтобы смузи был еще более таким густым, можно, можно добавить сюда лед. Буквально несколько долек. В принципе, я это и сделаю. Потому что у меня в миксере вот эта насадка, она предназначена для льда. Если ваша насадка не предназначена для льда, то делайте безо льда. Все это дело мы закрываем. И смотрите, обычно я беру, просто снимаю крышку и прямо с этим шейкером еду в тренажерный зал. Вот таким образом. Но так как мы сегодня все делаем красиво, и чтобы вы это видели, я перелью стакан. Целый стакан. О, надо просто посмотреть. И обязательно трубочку. Обожаю. Супер освежает, особенно когда тепло, сейчас жарко. Идеально. Вот такие рецепты супер простые, также есть в моей книге. Что мы с вами сегодня приготовили? На завтрак у нас овсянка с персиками на миндальном молоке. Далее шакшука. Овсянка у нас 500 калорий. Шакшука 500 калорий. Салат. Зеленый салат с лососем. И смузи на 330 килокалорий. Вы вместе со мной тренируетесь, занимаетесь. И у вас есть возможность также вместе со мной готовить с помощью моей книги рецептов. Обязательно ее приобретайте, потому что, ну, вы все это прекрасно понимаете и знаете, что 85-90% успеха зависит от того, что вы едите. Они зависимы от того, как вы тренируетесь. Поэтому вам нужно это принять. То, что да, это действительно так. От еды зависит многое. И научиться правильно питаться. Я знаю точно, что моя книга будет очень хорошим помощником вам. Потому что каждое блюдо примерно по 500 калорий. Это очень удобно. Вы можете брать любые приемы пищи и комбинировать их по-своему. И помимо этого, в моей книге рецептов еще вы найдете мои десерты, самые любимые, которые я тоже готовлю, допустим, на читмил. Поэтому приобретайте книгу. Обязательно подпишитесь на наш канал, на мой инстаграм. Нам это тоже действительно очень важно. Пишите ваши комментарии. Ну, а мы с вами увидимся на следующей тренировке или на следующем рационе. Всем пока!